Перетаскиваем UV-развертку, которую мы создали в прошлом уроке. Перетаскиваем на рабочее пространство Inkscape. Здесь мы не трогаем никакие настройки, просто нажимаем ОК. Вот она загрузилась. Нам не обязательно ее располагать на листе, который мы видим перед собой в рабочей области. Нам достаточно ее сместить вбок, так как мы будем сохранять именно результат, который мы выделим. А это не обязательно должна быть страница. Переназываем этот layer, то есть слой. Здесь будет у нас UV и создаем новый. Здесь будет он называться у нас BG, сокращенно от Background. Здесь у нас будет находиться все изображения. Поднимаем UV чуть повыше, ставим замочек, чтобы мы его не выделяли. Переходим на слой BG, выделяем квадрат и делаем такую небольшую форму, которая полностью перекрывает центральную часть коробки. То есть не касаясь верхней и нижней крышки. Переходим в некий цвет, просто кликнув по цветовой палитре внизу, кликнув левой клавишей мыши. Сейчас мы просматриваем всю палитру, чтобы выбрать подходящий нам цвет. Вот тут сейчас мы выбираем один из зеленых цветов, который нам более-менее понравился. Теперь можно включить опять UV-отображение. Сейчас мы сделаем верхнюю и нижнюю крышки нашей коробки. Также инструментом квадрат, просто придавая ему форму, необходимую нам. Выбираем элемент выделения, стрелка которой. Сейчас мы будем придавать некий интересный вид нашей коробки. То есть мы будем добавлять элементы, чтобы наша коробка была визуально привлекательна. Я сейчас хочу сделать внизу небольшую линию, толстую линию, даже не то что небольшую, а толстую линию другого цвета, которая будет написана какой-то важным текстом. В нашем случае тут будет писаться название сайта. Вы можете писать подзаголовок, либо какие-то уточняющие материалы. То есть вот как у меня книга есть, я там внизу в выделенной части пишу, что это технические фишки или успех гарантирован или что-то такое. Сейчас мы также сделаем нижнюю крышку такого же цвета, убираем UV, смотрим как это выглядит. У нас на фигурах есть рамки, которые нам сейчас не совсем визуально нужны. То есть у нас, ну как бы их не должно быть. Нажимаем на обводку внизу правой клавишей мышки и выбираем удалить обводку. Таким образом мы избавляемся от обводки. То же самое повторяем для остальных фигур, которые мы создали. Удалите обводку. И еще для одного квадрата, который у нас центральный. У нас по стилю мы просто не будем использовать обводку. Вы можете оставлять, если для вашего продукта это приемлемо. То есть это, ну, моя задумка такая была, что не должно быть этой обводки. Не должно быть видны ребер. Так, мы подбираем более подходящий цвет, по моему мнению. Так, сейчас мы будем делать какие-то экстра объекты. То есть мы выбираем в меню овал. И зажимая левую клавишу мыши рисуем овал. Для того, чтобы он рисовался из центра, мы можем зажать Shift. Для того, чтобы он пропорционально, мы можем зажать Ctrl. В момент, когда мы тянем. Теперь нам нужно позиционировать по центру передней части этот круг. Так как у нас нижняя часть примерно в одном размере с центром, мы выбираем вначале круг, выбираем потом нижнюю часть. Выбираем пункт меню выравнивания и расставить. Выбираем последний выделенный, то есть это нижняя часть. И там выбираем центрировать. Сейчас мы будем писать некий текст, который описывает ваш товар или дает название вашему товару. Я выбрал такой, скажем, ваш товар просто написать. То есть это такая символическая надпись будет, скажем так. Вы не можете, а вы обязаны туда вписывать, естественно, название вашего товара или вашего продукта, вашей программки. Сейчас мы поиграемся чуть-чуть с текстом, чтобы он визуально выглядел лучше. Я записывал все в реальном времени, как я это делал, поэтому сейчас это займет некий промежуток времени, так как я там выбирал эти все тексты. И на ваших глазах это все происходит. Вы можете ваш текст подбирать тоже часами, просто в силу того, что, ну, делая обертку продукта, вы должны ее создать сочной. То есть такой, которую хочется просто вот взять и не выпускать из рук. Поэтому подборка всяких разных элементов, в том числе и шрифтов, может занимать длительный период. Вплоть до того, что вы захотите сделать из какого-то готового шрифта, переделать его именно под ваши нужды. Тут мы как бы тоже выберем сейчас вот такой вот шрифт. Сделаем его толстым, нажав болт, нажав клавишу применить. Но в дальнейшем мы будем еще добавлять некие элементы, которые сделают этот текст таким более уникальным. То есть там добавим тень, обводку сейчас, естественно, цвет добавим. Конечно, структура останется, внешний вид такой же, но некоторые элементы добавят такого, скажем, эксклюзивности этому тексту. И, естественно, впишут его в общую картинку данной упаковки. Так, выбираем инструмент вверху Color. Заходим во вкладку обводка, нажимаем сплошной цвет. И выбираем подходящий нам цвет. Тут тоже я чуть-чуть играл с ним. Ну, как бы не так долго, как с текстом, конечно, но тоже подбирал тот, который мне больше подходит. То есть черный хорошо выделить вот будет белым. Но мы просто будем менять сам цвет, цвет самого шрифта. Поэтому вполне возможно, что мы и поменяем обводку, цвет обводки. Кстати, Inkscape такая интересная программа в плане того, что какой бы вы текст ни выбрали, какой бы размер текста ни выбрали, вы всегда его можете увеличить при помощи простого перетягивания. То есть выделив текст и там масштабируя, взять и потянуть за стрелки, которые возникают, когда вы выделяете этот текст. И размер автоматом у вас будет меняться в панели текста. То есть это как бы примечательность векторной графики. Вот то, о чем я говорил. Сейчас мы выбрали красный цвет для текста красный и выбрали обводку. Обводку мы выбрали желтой и сейчас делаем толщину ее чуть побольше. Сейчас опять спозиционируем. Выбрали вначале шрифт, потом выбрали наш овал. Последний выделенный выбрали там в ориентире. И жмем центрировать. Центрировать как по вертикали, так и по горизонтали. Сейчас дважды мы кликнули на тексте, у нас появились инструменты для поворачивания. Мы потянули за одну из угловых стрелок и повернули текст на нужный нам угол. Сейчас мы делаем одну очень интересную штуку мы будем делать. Во-первых, мы добавили нашему овалу обводку. Довольно-таки симпатичную на самом-то деле. Но мы сейчас будем добавлять кое-что еще. Мы продублировали наш овал, нажав Ctrl D. То есть он поднялся дублированный на уровень выше. Сейчас мы его опускаем на уровень ниже, предварительно сделав обводку и заливку черным. Сейчас мы его увеличим. Увеличиваем в размерах. И смещаем, нажимая стрелки вниз, на клавиатуре вниз, смещаем его немного ниже. И делаем нашу непрозрачность. Сейчас мы сделаем ее... Вот мы можем играть. Мы ее делаем на 20. И у нас получается некая тень. Она, конечно, жесткая, но она придает такой интересный визуальный эффект данной фигуре, данному овалу. Что придает нашей коробке более привлекательный вид, как по мне. Поэтому не бойтесь использовать этот прием. Мы его сейчас также повторим для букв. Продублировали их, нажав Ctrl D. Обводку и сами буквы сделали черными. Ну, продублированные. Обводку сделали потолще, чтобы наша обводка выступала. Видите, как обводка стала поверх еще одной обводки. Черная обводка стала поверх желтой обводки. Увеличиваем до тех пор, пока нас не удовлетворит результат. И теперь нам нужно опять же сместить задний текст черный. Мы его переместили, естественно, на уровень ниже под текст. И нам сейчас его надо будет сместить немного вниз. Чтобы придать такой же эффект, как и у овала. То есть, как видите, овал, который на уровень ниже стоит, он смещен вниз. И тень как будто падает от света. Ну, свет падает сверху, а тень падает, ну, опускается вниз. Здесь мы чуть-чуть сместили на несколько пунктов вниз. И тоже сейчас поставим на 20% непрозрачность. И вуаля, вот такая вот получилась интересная картинка. Уже наша коробочка приобретает некий такой, хоть и яркий, но некий очень привлекательный вид. Сейчас мы сделаем, знаете, как на коробках с хлопьями, с какими-то сладостями, есть сзади штрих-код. Вот мы делаем такой квадратик, который будет как бы вот этот штрих-код дублировать. В вашем случае вы здесь можете ставить логотип, какую-то фотографию или какой-то слоган, что-то такое. Ну, это как вариант, я в своем сделал случае. Вы можете играть и ставить туда что угодно, можете не ставить вообще. Просто концепция моей коробки, концепция вот того, что я создавал, она предполагает, что вот там есть наличие некого знака. Сейчас мы еще немного визуально улучшим задний фон нашей коробки. Мы взяли квадрат, опять же жмем левой клавишей мыши, тянем его, меняем ему цвет, делаем его по размерам нашей верхней крышечки коробки, делаем его черным цветом, дублируем Ctrl D, напоминаю еще раз, смещаем, и сейчас мы его растянем на всю длину нашей коробки. Точнее, наверное, на всю ширину нашей коробки, ай, длину, длину. Ставим непрозрачность в 20 и смотрите, какого эффекта мы добились. Некий такой, как переход от более темного к более светлому, что тоже придало нашей коробке некий такой более красивый визуальный вид. Прежде нам сейчас, видите, наши квадраты черные, которые там имеют непрозрачность 20%, перекрыли буквы и овал. Нам нужно сместить их на уровень ниже сейчас будет и убрать вот линию, которая показывает, что там есть линия стыка. То есть мы приближаем колесико мыши, можем приблизить, либо зажав клавишу Ctrl и кликая клавишей мыши по изображению, мы можем увеличить. И зажимая Shift и нажимая к правую клавишу мыши, мы можем уменьшить, приблизить, точнее, или удалиться от некого... Ну, приблизить или удалить рисунок. Так, мы переместили наш переход под овал, взяли инструмент текст и здесь мы напишем название сайта. Ну, я выбрал как бы для примера www.example.com, чтобы наглядно было видно, что здесь можно ставить некую ссылку на свой сайт, либо на какую-то вашу страницу продающую, либо непосредственно здесь можно ставить какие-то подзаголовки, которые усиливают эффект от вашего продукта. То есть это 8 неоспоримых техник или 3 уникальных способа, что-то вот в этом роде. Вы можете здесь ставить внизу. Опять же, мы играем с текстом, доводим его до того уровня, который нас полностью будет удовлетворять. Подбираем цвет. Белый цвет, мне кажется, здесь будет наилучшим выбором. Сейчас мы его позиционируем. Опять по последнему выделенному. Выбрали цвет и выбрали нижнюю крышку. Нажали центрировать по вертикали. Выбираем наш шрифт. Сейчас мы проделаем такой же прием, как и делали с предыдущим шрифтом и с овалом. То есть мы даем некую тень, которую опускаем на уровень ниже под шрифт. И там формируем... Точнее перемещаем туда, куда нам нужно, и ставим в непрозрачность в 20. Что дает тоже некий эффект выделенности текста. То есть он становится более читабелен, более выделен. Сейчас все сами увидите. То есть вот мы чуть-чуть отошли, и он стал более заметным. На обратной стороне коробки всегда пишется будто игра, будто какие-то те же хлопья, которые я уже упоминал. На задней стороне пишется либо состав, либо что внутри, либо какие-то рецепты, либо перечисление каких-то бонусов, перечисление каких-то заслуг, кто автор. То есть в любом случае идет какое-то перечисление, какую бы вы ни взяли коробку. То же самое и здесь с цифровыми товарами. Вы сзади будете писать описание продукта, что внутри, бонусы, что вас ожидает там, может содержание, то есть все, что вы пишете. Здесь я написал вкратце описание вашего супер-пупер-товара, точнее просто супер-товара, со всеми бонусами и преимуществами. Ну, вам наглядно будет понятно, что здесь в этом блоке писать, что изображать. Опять же, нам приходится подбирать шрифт, подбирать его цвет, чтобы соответствовать общему стилю, который присущ нашей упаковке. Здесь мы выбираем один из способов выравнивания. То есть по центру, справа, по всей ширине, слева. На данный момент мы пробуем их, смотрим, как это выглядит. Может, как-то это визуально улучшит. Вот это то, о чем я говорил. Мы перетянули, и смотрите, какой стал кегель шрифта. 35, 464. Мы опять возвращаем какой-то 32. Шрифт, в принципе, здесь должен быть просто читабельный. Тут можно, в принципе, его не сильно там какой-то выбирать, не знаю, какой-то красивый, некрасивый. Он должен быть читабельный, потому что человека, который будет читать это все сзади, если вы там рендер сделаете с задней стороны, ему нужно прочитать, что там написано. Мы выключили UV, чтобы увидеть, как все-таки оно будет выглядеть на обороте. Позиционировали его как надо. И выключили. Опять отображение UV-сетки. Здесь, вверху нашей коробки, у меня есть привычка ставить там свою фотографию, чтобы понимали, кто автор этого всего дела. И рядом писать фамилию, имя, может, какую-то должность или заслуги какие-то автора. То есть, это много какие издательства, много какие авторы так делают. То есть, вот книги, какую-то деловую литературу или учебную возьмите, того же издательства Манн-Иванова Фербер или Альпина. У них сзади постоянно есть какие-то указания, кто автор. Да, в принципе, любую авторскую книгу какую-то взять, сзади будет написано, кто автор. Поэтому я, честно сказать, придерживаюсь такого же мнения, что сзади нужно указывать. Сейчас мы выбрали выравнивание по нижнему краю, то есть, по последнему выделенному это фотография. И по нижнему краю выделили надпись «Автор курс», где вы будете вписывать свою фамилию, либо имя. Либо одно и второе, либо ник свой, никнейм. Как видите, поиск шрифтов занимает такую длительную, очень с пристрастием к этому отношусь. Поэтому очень много времени тратится на это все. Хочется, чтобы все было красиво. Окей, мы закончили с коробкой. Сейчас мы приступаем непосредственно к самому диску. И начнем с его поверхности. То есть, не с считываемой части, там, где вся информация, а с поверхности. То есть, с обложки. Обложка у нас должна соответствовать общей стилистике коробки. Конечно, вы можете экспериментировать, но я вот тоже придерживаюсь как бы мнения, что должно быть так. Опять же, напоминаю, что, чтобы вытягивать круг, когда вы делаете из центра, мы зажимаем «Shift», чтобы пропорциональный был круг, то есть именно круг, а не овал, мы зажимаем «Ctrl». То есть, можно делать сочетание «Shift», «Ctrl», то есть будет из центра и пропорционально он выдвигаться, формироваться вот так вот. Сейчас мы подбираем цвет общий. Я проэкспериментировал с цветом овала, который у нас под текстом. И сейчас мне больше понравился цвет коробки. Сейчас мы будем делать такой же переход от темного к обычному зеленому. Мы сформировали квадрат, он такого же цвета. Мы сделали его черным, убрали обводку. Сейчас мы продублируем нижний круг. Сейчас вы видите, зачем это делается. «Ctrl» «D». Дублируем. Теперь выделяем круг. Затем выделяем квадрат. Идем в меню «Контур». И здесь «Пересечение» выбираем. Смотрите, что произошло. То место, где круг и квадрат пересекались, у нас осталось. Все остальное удалилось. Это очень удобно. Нам не придется делать какие-то левые действия, чтобы обрезать, либо оставлять некрасивый квадрат и просто его затенять. Мы сделали все красиво. То есть у нас половинка вот такая получилась. Переход очень хороший. Сейчас мы будем дублировать текст с овалом. Выделили его. «Ctrl» «D». Вначале взяли в группу, то есть мы нажали «Ctrl G» и затем нажали «Ctrl D». Так удобнее будет, потому что несколько объектов у нас, там 4 объекта. Получается 2 тени, овал и шрифт. Сейчас мы его продублировали и будем позиционировать на самом диске, чтобы диск выглядел похожим на упаковку. С теми же надписями все-таки на диске находится тот продукт, который указан на коробке. То же самое мы делаем с нашим сайтом. Выделили «Ctrl G», создали группу и затем «Ctrl D». Ну, не создали группу, сгруппировали. Ну, в принципе, я думаю, что одно и то же можно так назвать это. И смотрите, что у нас получилось. Смотрите, структура не обязательно должна быть такой. Вы просто можете понять, как это делал я. То есть вот сейчас происходит нечто такое творчество. То есть я смотрю, где это будет, как по мне, смотреться лучше. Ну, скажем так, мне такой вариант действительно больше понравился. Сейчас мы продублировали, чтобы не создавать очередной круг. Продублировали этот. И сейчас зажимаем «Ctrl». «Ctrl» и «Shift». И его сделали чуть поменьше. То есть по кругу, который у нас уже есть. Выбираем какой-то цвет. Все-таки это у нас вроде как зеркальная сторона, как у всех дисков. Но у нас стилизованные изображения, поэтому мы выбираем такой немного сероватый цвет. Я думаю, он чуть-чуть более подходит для этих целей. Отображение зеркальности. Сейчас мы продублировали круг. Опять зажали «Ctrl» и «Shift». И сделали его по размеру внутренней линии. Придали ему другой цвет. Сейчас мы поменяли. Сделали внешний диск, внешний круг более темным, а внутренний немного светлее. Мы продублировали еще один круг, сместили его на уровень ниже. И переместили его немного по второй линии, которую мы создавали. То есть у нас сейчас три круга. Один внутри второго, третий внутри второго. Второй внутри первого, третий внутри второго. Вот так. Сейчас нам нужно еще добавить некий визуал этому всему. То есть на дисках есть какие-то все-таки рефлексы. Потому что он как бы похож, но все равно там есть какие-то такие линии расхождения. Нам здесь будет это чуть-чуть, наверное, удобнее делать. Потому что вот есть линии. Мы просто берем, выделяем. Pen Tool. То есть инструментом выделения. инструментом нанесения, так скажем, кривых, из которых формируется из которых формируется Shape. Это фигура. Мы выбрали заливку. Сейчас выберем ей цвет. Мы сдублируем еще раз изображение. Ну, внешний, точнее, круг продублируем. Мы будем делать то же действие, что и делали с половинкой предыдущего диска. То есть мы сейчас просто оставим только пересечение. Так, поднимаем на уровень выше черный элемент. Выделяем круг. Выделили черную поверхность. Выделяем круг. Контур. И пересечение. Вот что у нас осталось. Убираем обладку. Она как бы не совсем красиво выглядит. Мы продублировали. Потому что нужно сделать две такие штучки. Это некие рефлексы на диске. Когда вы смотрите, там есть вот такие вот отблески, что ли. Ну, прочим, рефлексами можно их назвать. Вот такие рефлексы мы создали. Довольно-таки быстро. Один еще способ поняли, как делать фигуры. Так, мы дублируем несколько раз, два раза, точнее, дублируем внутренний круг. Зачем? Затем, чтобы сейчас вот у рефлексов убрать, обрезать рефлексы, чтобы внутри они тоже выглядели красиво. То есть мы уже выбираем разность, а не пересечение. И остался еще один круг. Выделяем его. Выделяем рефлекс, контур и разность. И смотрите, что у нас получилось. Эти рефлексы стали обрезаны по внутреннему кругу. Сейчас мы придаем им цвет белый и делаем непрозрачность до, я думаю, до 40. Да, выглядит довольно-таки хорошо. Здесь ставим тоже 40. И выделяем, и делаем цвет белым. Уже стало похоже на диск, причем, ну, довольно-таки сильно. Мы сохраняем. Кстати, этот файл, вы сможете, он будет у вас в материалах. Вы сможете его посмотреть, сможете открыть, подвигать все, что есть. Посмотреть, как это было у меня сделано, как оформлено, как сделано. Сейчас что мы делаем? Нам нужно выделить UV-развертку. А, нет, нам нужно вначале сейчас сделать еще одну штуку. Нам нужно текстуры сделать для боковушек. Они, конечно, маленькие у нас, что их там, в принципе, и не видно. Одна вообще внутри диска. Но все равно привыкайте делать текстуру ко всему, что так или иначе вы можете увидеть. Тут возникает вот у меня сейчас некий такой конфликт, что оно хочет... При формировке нашего объекта, оно как-то его странно чуть-чуть перелинковывает к чему-то там углы. Поэтому я делаю вначале диск... Вначале полоску, которая будет как текстура, делаю в сторонке. И только затем я перетаскиваю на место, где должна быть данная текстура. Так. Растягиваем ее по размерам. Боковушки. Продублировали. И для внутренней части делаем то же самое. Ну, такого же цвета. Так. Теперь снимаем запрет на выделение сетки вишны. Выделяем ее. Это мы делаем за тем, чтобы у нас было выделение, которое собой представляет квадрат 1024 на 1024. Это делается за тем, чтобы мы могли экспортировать, не привязываясь ни к листу, ни к чему. Экспортировать только выделенную область. Так как у нас в блендере текстура будет восприниматься как 1024 на 1024. Вот у нас выделение. Выделение. Мы задаем текст. Задаем название, точнее, текстура. И нажимаем экспорт. У нас появилась данная текстура, которую мы будем применять в следующем уроке к нашей созданной модели. Все. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует...